100 тысяч рублей за малыша, как в Татарстане, будут поднимать деревенскую демографию. Горожанам экономия, сельчанам рынок сбыта. В республике построят 17 фермерских парков. Ваше авто будет эвакуировано. СМС от ГИБДД. Поправки в Коап порадуют водителей и разорят фирмы по эвакуации. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Меня зовут Альбина Полищук. Здравствуйте. В Татарстане придумали стимул, благодаря которому население села и деревень должно вырасти. Во всяком случае на это расчет. Стимул финансовый. Пока ситуация сложная. Невест тех, что родились демографически провальные 90-е годы, и самих-то мало. Еще те, что жили на селе, уезжают в город и рожать детей не торопятся. Особо проблемных районов в республике 37. Другой фактор снижения, который в целом влияет на демографическую ситуацию, это в каком возрасте женщина рожает ребенка. В среднем, если в 90-е годы средний возраст женщин, родивших ребенка, составлял на городе и на селе был примерно одинаковым, 25-26 лет, вот мы видим слева на графике, то буквально за какие-то, ну так скажем, 26 лет он вырос на 3 года. Это уже 29 в городской местности средний возраст, когда женщина принимает решение о рождении ребенка, или 28 лет. Ну так называемый в демографии фактор отложенного рождения детей. Ну и понятно, если идет отложенное рождение первого ребенка, то в каком возрасте мы можем говорить о том, когда же эта женщина родит второго, третьего ребенка, ну и так далее. Так вот, чтобы женщины не откладывали и утвердили новые выплаты для молодых мам на селе. Единственное условие, чтобы женщина до рождения малыша жила в деревне не менее трех лет. Они не носят адресный характер, не учитывают и не выплачиваются ни в зависимости ни от каких доходов. Для нас важен фактор рождения. У женщины в сельской местности в возрасте до 25 лет, если она проживала не менее трех лет, при рождении первого ребенка после 1 января 2018 года, эта женщина имеет право получить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Если молодая мама живет на селе и до 29 лет рожает третьего ребенка, то она получит единовременную выплату 100 тысяч рублей. Меры поддержки касаются матерей, которые родили детей после 1 января 2018 года. А получить деньги можно в течение 6 месяцев после появления в семье первого или третьего малыша. На это республика выделяет всего 140 миллионов рублей. А вот на второго ребенка денег счастливым родителям не положено. Горожанам экономия, сельчанам рынок сбыта. А всем радость должна случиться скоро, рассказал министр сельского хозяйства Марат Ахметов на брифинге в Доме правительства. В 17 районах Татарстана построят агропромпарки. Обойдется каждый в 120 миллионов рублей из республиканского бюджета. А вот выделить землю, подвести коммуникации попросят муниципалитеты. Зато потом всем будет счастье. Аграрии смогут круглый год, а не только во время сельскохозяйственных ярмарок, продавать свою продукцию без магазинных наценок. А татарстанцы покупать дешево напрямую у производителя овощи, мяса, деревенские яйца и молоко. В первую очередь у нас объявлено в 17 районах и городах, скажем, наибольшим количеством городского населения, имея в виду покупателей. И первый проект, конечно, будет начинаться строить в Заинске, наиболее подготовленный проект. А дальше уже в 17 городах и районах республики, в том числе из этих 17, 3 определены на разных площадках города Казани. Прежде чем эвакуировать автомобиль, его хозяина должны будут предупредить СМС-кой. Такой человеческий законопроект внесли в Госдуму России и уже одобрили в Конституционном суде. Если поправку в административный кодекс примут, то заработает она уже через 4 месяца. А цена вопроса примерно рубль в стоимости СМС-сообщения. И, конечно же, автовладельцы теперь будут заинтересованы оставлять свой номер телефона за лобовым стеклом. Пока же только в Татарстане в месяц эвакуаторы увозят быстро, оперативно, пока хозяин не появился, 5000 машин. И 28 татарстанских штрафстоянок почти всегда заполнены под завязку. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.